здравствуйте мои дорогие уважаемые подписчики ну что в этом году помидоры у нас дома не урожай мне дала немножко лариса я пособирала свои какие были мелкие не мелкие все это ну это на салат может на сок поет все это будет перерабатываться и сегодня я из лучших вот с такого размера я очень люблю такие помидорки небольшого размера но это конечно плохой помидорчик посмотрите посмотрите что вытворяет природа вот пиноккио до настоящий буду закрывать трехлитровых банках консервировать помидоры как я это буду делать у меня очень много рецепта на канале консервированных помидоров но сегодня самый простой я закрою из листьями морковки мне очень нравится этот привкус самый лучший конечно рецепт это у меня на канале рецепт от лены с большим количеством сахара но сегодня сделают не менее вкусный рецепт если вам интересно пожалуйста смотрите то вот я нарвала смотрите такие молоденькие с морковки хвостики но понятно что у кого есть нету таких вот ботвы с морковки можете добавить колечками морковку нарезанную но вот именно эта ботва она дает такой и привкус и аромат ничем перегружать не буду немножечко укропа ботва морковки и чеснок вот это все что я сейчас выкладываю в банку стерилизованную я простерилизовала банку и сюда выкладываю как можно больше помидор но аккуратно чтобы они не подавились конечно же перечили вы смотрите как вот по остроте у меня свежий перец он острый вот в этой части поэтому я буду смотреть по колечку по два это по вашему вкусу но обязательно перец потому что маринад получается кисло-сладко чуть острый и помидоры тогда очень вкусные ну что три банки получилось как можно поплотнее я все это постаралась затолкать наверх обязательно пусть будет зеленушечка и на нее надо будет лить воду чтобы помидоры сразу не трескались я поставила воду и сейчас залью все кипятком и в банке будет стоять до той поры пока можно будет вот так рукой взять будет комфортно то есть минут 15-20 я не знаю просто заливаю кипяченой водой я еще добавила по одной лаврушки в каждую банку смотрите вот я уже держусь за банку легко почему я сверху поставила груз потому что полная банка и крышка не плотно закрывается но уже ведь уже закрылась вы тоже можете так делать теперь смотрите по помидорам у меня помидоры такие знаете как бы сказать толстошкуры но все равно видите вот уже лопнул помидорчик один к чему это говорю вот если помидоры очень толсто кожей вот здесь лопнула значит мне не надо три два раза заливаем просто вот этой водой от третий раз маринадом но у меня помидоры не толстошкуры поэтому я буду заливать второй раз уже маринадом У меня так получилось, что вот на этот маленький чайник одна банка. Мы сейчас сейчас сливаем эту воду, это пока вода. И на основе этой воды приготовлю маринад. Но сюда в банку бросьте перец горошком и кориандр, если хотите. Но я брошу перец горошком и немножко сухой горчицы в зернах, именно в зернах. И готовлю маринад. Знаете, хочу сказать, что вот я раньше закрывала с такой вот кухонной каменосиль. И сейчас попробовала закрывать с морской, вот этой, знаете, очищенной. Что-то она мне очень соленовато. Поэтому я для консервации использую все-таки вот такую соль. Видите, я в пачке била-била, она тут вот разбилась, но ничего страшного. То есть вот такая обыкновенная соль. На каждую банку нужно пол-полустаканчика соли, полустаканчик сахара и неполный полустаканчик уксуса. Это на каждую банку. Вот у меня чайник специально для консервации. И вот я сейчас беру половинка полустаканчика соли, вот видите, половинка, сюда. И сахар полустаканчик прямо сюда. Вот я померяла ложками, но какая-то у меня ложка эта очень длинная. Помещаю, 4 ложки, 4 ложки. 1 столовая ложка с горкой сахара и 4 столовые ложки соли. Это будет, потому что вдруг у кого-то такого нету стаканчика, 100 граммовочки. Все, 1 и 4, запомнили, да? А уксуса чуть-чуть ниже. Ну, тоже по ложкам померяю. Это очень старый, но очень вкусный рецепт. Вот перец, черный горошка. У меня есть души, если такой он более ровный. И горчица, семечки. Вот это я добавлю сегодня к этим морковным помидорам. Я померяла, смотрите, неполный полустаканчик. Это 4 столовые ложки. Все. Сейчас вот закипает. Видите, начинает кипеть. Добавляю уксус, закрываю и сразу заливаю банку. И сразу закатываю. Кипит. Видите, какая реакция. Смотрите, чтобы вас не сбежало это все. И сразу кипит, видите? Все, закрываю и заливаю банку. Вот и все. Три банки готовы. Я немножко прикрою вот так полотенечком. Можно вот этой дорожечкой прикрыть чуть-чуть. А так на солнышке они стоят, можно не накрывать. Все будет нормально. Но если вы в квартире, что у вас солнца нет, то накройте каким-то пледиком или каким-то одеялком. И помидорки готовы. Какие они будут, когда полностью остынут, я вам покажу. Ну что, помидоры успешно переночевали. Вот я их раскутываю. Видите, немножечко я укутывала. И смотрите, какие они красивые. Видите, морковка поменяла цвет только. А помидорчики все целенькие, все классные. Вот уже еле-еле тепленько все. И воды мы прямо через верх лили. Вот она вода остановилась. Так что такие помидорчики, если захотите, они тугенькие. Они очень ароматные. Морковка придает им такой, знаете, специфический и вкус, и аромат. И сами они такие, знаете, кисло-сладко-острые. Когда они остынут, холодненькие. Ох, как же это вкусно. И самое главное, что вот в этих помидорчиков легко шкурочка снимается. Вы возьмете так раз, сняли и кушаете. Просто мякоть. Так что готовьте. Я думаю, что у вас все получится. Потому что рецепт проверенный, простой, но очень вкусный. Пока.